СПА Возвращается за Урал СПА Возвращается за Урал голландский ретейлер заново осваивает Сибирь. Газета «Коммерсант» номер 83 от 17 мая 2019 года. Строение 9 у голландской розничной сети. СПА В Омске появился новый партнер, владелец местной сети Нискоцен. В зоне интересов. СПА Также Новосибирская, Томская области, Гурятия и Забайкальский край. СПА Уже пыталась открывать магазины в Сибири, но из-за кризиса приостановила экспансию. Эксперты отмечают, что СПА Сейчас выходит на высококонкурентный рынок, поэтому ретейлер может делать ставку только на уникальный формат. СПА Выдала лицензию на развитие магазинов под своим брендом СПА Ромск, следует из базы данных Spark Interfax. Там же указано, что единственным бенефициаром этого ООО является Виктор Шкуренко, совладелец местной группы ТД Шкуренко, развивает сеть сельских гипермаркетов Нискоцен, продуктовых магазинов Победа. Бизнесмен не стал комментировать планы по развитию бренда СПА в Омске. В. СПА Раша Уточнили, что первоначальная лицензия выдается региональному партнеру на три года. При открытии нужного количества точек лицензия продлевается бессрочно. Инвестиции в открытие одного магазина в зависимости от его формата в готовом помещении составляют от 20 тысяч до 100 тысяч рублей за один КВ. М. В ближайшие три года под брендом СПА За Уралом планируется открыть до 30 магазинов, в 2019 году, до 10 магазинов с учетом развития сети в Омске и Томске, сообщил твердый знак гендиректор СПА Раша Би Ви Сергей Локтев. Сейчас в Томске под брендом СПА Работают три магазина ООО СПАР Томск, у которого, по данным СПАРК Интерфакс, есть право пользования маркой Абрикос Универсум. Одноименную сеть развивает ГК Лама. За Уралом сегодня нашими приоритетными направлениями являются Новосибирская область, за Байкальский край, Бурятия, добавляет господин Локтев. До 2015 года магазины и сети СПА были открыты в Красноярском крае, бренд развивала ГК Каравай, в Тюмени, ООО Партнер Маркет. В Кузбассе система Регион Март развивает сеть Чибис, заявляла о планах открыть до 20 магазинов к 2017 году. В Иркутской области магазины СПА группы Кентавр закрылись в 2017 году. Но кризисный период 2014-2015 годов, когда произошла дестабилизация банковской системы, больно ударил по предпринимательской активности в регионах. В сфере ретейла произошло падение продаж, банкротство ряда торговых сетей. Наше развитие в Сибири на тот момент было приостановлено, рассказал Сергей Локтев. Это подтверждает Юрий Никитин, гендиректор ООО «Торговый двор Аникс», был партнером СПА. На Алтай до 2015 года, в период сотрудничества произошел финансовый кризис, резко подорожали кредиты. С 8% до 16% снизилась платежеспособность населения. Возвращаться за Урал. СПА намерена в партнерстве с региональными компаниями с опытом управления розницей. Они имеют уже сложившуюся сеть магазинов, не менее 30, часть из которых находится в собственности, а годовой оборот сети – от 3 миллиардов рублей, уточнил Сергей Локтев. По оценкам опрошенных твердый знак экспертов, под эти требования подходят региональные сети Ярче, Томская КДВ Групп, Мария Ра, Горожанка, Холдинг Сибирский Гигант и ряд других. Сегодня в Сибири представлены почти все федеральные сети. Очевидно, что развитие сети в Сибири будет преследовать не массовое создание торговых точек, как это уже сделали региональные и федеральные конкуренты, а создание уникального для местного населения формата. Говорит директор экспертной группы «Вейта» Дмитрий Жарский. Открытие 30 магазинов за три года – осторожный подход для закрепления на рынке и сохранения позиций в определенной нише, считает он. Гендиректор инфолинии аналитики Михаил Бурмистров отмечает, что планы «СПА» в Сибири адекватны возможностям франчайзинговых партнеров. По его данным, на март 2019 года в России под брендом «СПА» работало 558 супермаркетов. Оксана Павлова, Новосибирск.